Мы сделаем, он как временный будет. Не знаю, сейчас будем форсировать. Нет, так дело не пойдет. Этот непростой разговор депутата Алены Кокоевой и руководителя территориального отдела Видная Расторгуева Татьяны Поляковой с представителем застройщика не первой. Большое поле, которое разделяет две части микрорайона Государевдом, можно преодолеть только по тропинкам. А такое путешествие, например, в ночное время представляет определенную опасность. Скоро 1 сентября и жители рабочего поселка Лопатина и ЖК Видный город обеспокоены отсутствием тротуара, соединяющей детские сады, остановочные пункты и единственную в поселке школу. И мы очень надеемся, что вовремя сдадут все обещанные тротуары, народные тропы для безопасного перехода детей в детские сады и в школу. Действительно отсутствуют и тротуары вдоль дорог, что тоже не лучшим образом сказывается на безопасности пешеходов. Инженер-строитель компании-застройщика Алексей Аршенев рассказал депутату и представителю администрации о планах на самое ближайшее будущее. Это у нас седьмой этап уличной дорожной сети, реконструкция Суфановской. Через неделю мы начинаем и на работу у нас где-то 3-4 недели. В рамках вот этого этапа, сейчас Олег Алексеевич подтвердил, мы сделаем вот эти вот рекомендации. О том, что дорожки будут благоустроены, вопрос решенный своеобразным камнем преткновения, стали сроки выполнения этих работ. В разговоре представитель застройщика подтвердил, в ходе заключительного этапа реконструкции уличной дорожной сети, народными тропами займутся в первую очередь. В рамках реконструкции предусмотрено 6 тропинок, сообщающих четную и нечетную сторону для удобства пешеходов. До конца сентября планировали завершить все в полном объеме. А 1 сентября как раз актуально. Сентября, да, постараемся завершить именно пешеходные части, а уже дорожную сеть будем заканчивать чуть позже. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Продолжение следует...